Субтитры сделал DimaTorzok Ой, вот молодец, в принципе, плевать она хотела на досужие всякие там разговоры, живет себе... Ну, в отличие от Пугачихи, ты понимаешь, что вот как-то Сюзанна, она такая искренняя, какая-то такая непосредственная, ну и вообще. Не, она молодец, на людях она просто фантастика. Да она вообще фантастика, она в каждой роли фантастика. Вот, и вот еще одна бразильянка у нас знойная. Я бы ее отнесла к триумфаторам года, Дебора Секко. Ой, эта женщина офигительная. Да. В общем... Какая крутая. Она в этом году, она все мыслимые, немыслимые призы завоевала, все мыслимые, немыслимые награды. Она снялась в отличном фильме, который называется «Бруно серфингистка». Тут, в общем, история такая замечательная про женщину, ну, скажем так, Гетеру, которая зарабатывает на жизнь не только, вот так сказать, телом своим, но и своим умом, своим обаянием. И, в общем, Дебора сыграла роскошно. Потом же еще выпустили косметику ее имени, поскольку решили, что она достойная этого, потому что люди будут действительно покупать, потому что, ну, грех не купить вот такое, да, где вот это лицо будет. Ой, ну, в тренировке она молодец. Она чудная, она немножко имидж поменяла, смотря на брюнеткой стала, но ей хорошо. Да, ей брюнетка лучше, чем Бландит. Ну, и актриса она замечательная, что лучше. Так, создала ей какой-то, так сказать, шарм. Да, 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 законченный такой шарм. Ну, теперь у нас «Хамелеон года». Один из них – «Асфальдо Лопот». Посмотри, чего было, посмотри, чего стало. Слушай, Билла – очаровательный буронер. А стал непонятный старый Бландит. Ну, там у него пароли, так. Там пароли, знаешь, странный мужик с маньяческими наклонностями. А-а-а, наконец-то он использует голубую мечту и создает воле злого мальчика. Ну, он же так давно хотел, но не все же ему героев, так сказать… С «Люнявых» играть. Да, да, да. Ну, с «Люнявых» там у него как бы не очень было, но все равно. Злодеи всегда играть интереснее. Он был совершенно роскошным «Цыгане». Да. Да, там вообще сериал был от «Монии». В сериал был жалко, что его никто больше не переснял. Он просто сил не хватит. Да, да, потому что там такое созвездие, что ой-ой-ой. Вот. Ну, еще у нас тут… Слушай, когда увидела эти фотографии, когда я все вот так вот в ряд выложила этой девушке, я сказала «Да, это что-то». Ей бы в разведке работать, цены бы ей не было. Кто? Анна Лаевская, смотри, вот ей грим делают, да, она становится красавицей. Смотри, видишь? А вот теперь без грима. Опа. Ой. Опа. Ой, что это? Это оно. Ой, что это? Это оно. Оно с умытым личиком. Оно, правда, становится намного моложе, чем оно должно быть, но вид уха, а мам, не горюй. Ну, пострашнее, как-то ты знаешь, становится. Это даже не пострашнее. Это настолько примитивно. Ну, у нас таких по улицам много бегает. Да, 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 да. Это для них это моль бледная экзотика, а у нас, так сказать… Мама, а именно моль бледная, так отвернулся и забыл. Ты не говори, в разведку. Там просто отвернулся и забыл, как выглядело. А оно шесть во вражеский штаб, и документы сперло. Это то есть… О, а второй там Марио, то есть? Да, 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 тоже, в общем, хорош бродяга, потому что тоже внешность меняет. Но тут, правда, не особо спрячешь какчество, но меняется, меняется. Посмотри, что он с собой сделал. Тотальный цыган нафиг, вообще непонятное что-то. Ну ты говоришь, вон, цыганская кровь. Человек стала квадратной почему-то вдруг. Да, она у него всю жизнь такая была, просто он как бы не акцентировал на ней внимание, а тут борода, вот она все это дело почерпнула. Да, да, он даже бородка когда носил, такой она квадратной не была. Может, ты себе и спустяную челюсть нарастила, считай? Что, щелкунчика играть будет? Ага! Щелк-щелк. Интересное решение. А че, вполне? При такой-то челюсти, мама родная. Ну ладно, издеваться хорош. Я не издеваюсь, я это так, это... Переживаешь? Я искренне люблю, но переживаю. Не-не-не, надо как-то так. Ну просто мне интересно, для чего он себе такое вот отрастил на морде лица. Он никогда не меняет внешность просто так. Я не знаю, вот и я жду. Тут, кстати, Альберто Гомес в твиттере очередной раз разорался, что будет всем сюрприз, и что он сказать не может никак, потому что ему зеленого света никто не давал. Ага! Да, он из последних сил терпит. Мучается, ах! Да. В общем, народ тоже там в полных, так сказать, непонятках, и все нервничают и ждут. Ждем, ждем. Он 2 января это дело написал. Вот только начал сеть. Ну вот он говорит, ой-ой-ой, че будет? Ой, че будет? Вот когда не скажу, чего не скажу, но что будет. Да-да-да, вот все уходим. Все там ждем. Ну вот, а теперь у нас номинация «Тихушник года». Это кто? Ну, первый Хуан Пабло Раба. Женился втихаря, никто ничего не знал, все узнали только через месяц. Ага. Представляешь? Да. Такое событие от публики спрятал гад. Сумел. Ну, талантливый, талантливый, можно сказать. Маскер он средний, но как шпион цены ему нет. Конспиратор на ядь. Вот вместе с самкой Лаевской им бы это, вражеские штабы взрывать. Да-да-да. Ну да, по жизни на «Тихушнике». Вот его слегка там вот глянь-нибудь поймают, снимут то в этом в джипе, то на круизнике. А когда уже фотографы уже вблизи, так сказать, да, вот подбираются просто к телу уже, он хаба. И он морду лица прикрывает. Ну, кто так делает? Ну, из подкост. Ну, такой он. Нехорошо, нехорошо. Ну, и напоследок хочу просто порадовать зрителей. Несколько симпатичных гримасок от известных актеров. Ну, вот первые две – это Габи Вергара. Смотри, на первой ее гримируют, а на второй – это она на мессе по случаю съемок нового сериала. Смотрите, какие нравятся, видно. Вторые две – это Нинка Конда. Видимо, думает, что там есть какая-нибудь кнопочка. А мужика, по-моему, тут… Анатомию разбирает. Да-да-да. А на Лаевской, как всегда, без гриба. Ой-ой-ой, господи. А этот-то как? Он что, в носу ковырялся и палец поломал? Серхио, да. Серхио – горе-прелесть. Что-то такое скорчил. Ну, видимо, чтобы глубже доставалось. А, ну да. А этот-то хорош-то как, господи. Ой, Вилли тоже чудная. Вилли, кстати, очень любит мордочки корчить. Я как-нибудь сделаю подборочку таких фоток. Подожди, а это очаровашка кто такая? Это Эрика Буэнфильд. Незабвенная Кассильда из «Море любви». Ой, мама родная. Я ей помаду размазала. Это она в теантере что ли, нет? Это ее запечатлили на какой-то презентации. Я вот думаю, может, она с кем-то целовалась там за кулисами. Потому что помаду размазали, конечно, совершенно замечательно. Вот еще какая рожица есть классная. Гуэра Кастро. Ну, а ничего, ладно. Бог с ним. А, вот это хорошая. А это Ингрид Коронада. Чего ты так гадость, когда ты меня влили? Маля копа. Короче говоря, вот на этой вот совершенно замечательной ноте. То ли копы мало, то ли копы мало. Да. Мы и закончим нашу, как бы, ну, итоговую программу. Она же первая в этом году. Да, первая и глубоко не последняя, я так думаю. Ну, я тоже так думаю. Ладно, приходите, друзья хорошие, смотрите на наши передачи. Удачи! А, да, и всех с Новым годом! С Новым годом! С Новым годом! Продолжение следует...